Ну что, всем привет! Привет-привет! Привет, ребята! Мы с вами на марафоне ЕГЭ Старт, онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Учебы.ру. В рамках этого прекрасного марафона каждый день у нас проходят вебинары по разным предметам ЕГЭ, и мы рассказываемся, наши преподаватели делятся с вами тем, что вообще произошло, какие изменения произошли в ЕГЭ, за 2000, точнее, все изменения, какие будут в 2020 году, можно будет узнать у нас. Готовьтесь к ЕГЭ вместе с нами, это приятно и очень полезно и действенно. Кто еще не зарегистрировался на наш марафон, то скорее-скорее просто переходите по ссылке в описании, потому что так вы, зарегистрировавшись, вы точно не пропустите какие-то новые вебинары и вообще будете в курсе всего, что у нас здесь происходит. Ну, а сегодня, а, еще хочется отметить, как проходит наша встреча. В ВКонтакте теперь появились звонки, то есть мы сейчас с вами все будем общаться ВКонтакте непривычно, да, такой новый формат. В принципе, можете его использовать по жизни, потом общаться с друзьями, подключаться всем, звонить. Конечно же, видеозвонки, они гораздо лучше и вообще видеть друг друга гораздо приятнее. Так вот, хочется сказать отдельное спасибо ВКонтакте за такую возможность, что мы здесь, что мы сегодня поговорим. О чем мы поговорим? О литературе. Сегодня наш предмет литература. И преподаватель у нас на связи Анна Архипенко, которая расскажет вообще все об этом романтичном, прекрасном, но немножко сложном предмете. Анна, привет! Всем добрый день! Действительно, сегодня говорим о ЕГЭ по литературе, и на самом деле все, кто решил сдавать этот экзамен, уже немножко герои в какой-то степени, потому что на это решается далеко не каждый специальности, на которые нужно сдавать литературу. Их не так много, как, например, специальности, на которые нужно сдавать какое-нибудь общество знания. Поэтому ЕГЭ по литературе, этот экзамен, он овеян какими-то такими небольшими мифами, и о нем, в принципе, не так много говорят, как о других. Вот, и поэтому мы сегодня о нем и поговорим. Отлично, да. Вот пока сейчас как раз Анна будет готовиться показывать нам все наглядно. Ребята, хочу сказать, что вы в течение всего часа, в течение трансляции можете задавать свои вопросы, оставлять их в комментариях. Я обязательно их задам Анне. Я, кстати, тоже сдавала литературу. Готовиться стоит. Очень-очень серьезно. Но вообще это очень интересно. Да, это действительно очень интересно, но в то же время и правда не так просто. И вот сегодня мы как раз поговорим о том, как изменился экзамен по литературе, каким он будет в 2022 году, потому что на самом деле это уже совершенно другой экзамен. По сравнению с тем, каким он был еще в этом году, он изменил свой формат на все 100%. Ну, не на все 100, но, наверное, процентов на 70 точно. Давайте начнем говорить о экзамене. Это я. Да, я тоже сдавала естественную литературу. Я сдала ее в 2014 году на 96 баллов. На тот момент у меня, получается, сняли всего лишь один первичный балл за вот большое сочинение. Уже не помню, на самом деле, по какому критерию. С этим экзаменом я поступила в Литературный институт имени Горького на направление поэзия. То есть нас учили быть, нас учили на поэтов, на прозаиков, на литературных критиков. То есть литературное творчество – это моя специальность. И со второго курса я действительно работаю преподавателем по русскому языку и литературе. Получается уже даже не пять, а уже получается, я уже сбилась со счета, получается шесть лет. А можно спросить, Анна? Да, прости, я, может быть, иногда переводила. Но ты сейчас поэт, то есть у тебя написано прямо в корочке поэт? У меня написано «Литературный работник». Понимаете, это как хотите. То есть такой очень широкий профиль, с которым, в принципе, можно, как мне кажется, работать с кем угодно, что связано с литературой, с языком. Потому что у нас действительно была очень хорошая база филологическая в институте. И я ему за это очень благодарна, да. У нас учили на поэтов, да. Я пишу стихи, писала раньше, сейчас пишу немножко, да, бывает. То есть по учебе писала? Ну, мне нужно стихи пописать, да? Да, да, так и было. У нас диплом состоял из стихотворений. У нас дипломной работы не было, у нас диплом – это были наши стихотворения. Очень интересно. Да, прошу прощения, давай продолжим. Да, продолжим говорить об экзамене. ЕГЭ по литературе. Раньше было 17 заданий. Теперь заданий стало всего 12, но это не значит, что экзамен стал сильно проще. Об этом еще дальше будем говорить. Баллов первичных теперь всего 55. Раньше было 58. Тестовых баллов, понятное дело, как было 100, так и осталось. Время экзамена – 3 часа 55 минут. И на самом деле кажется, что это вроде бы много, но не стоит на это рассчитывать, потому что никогда еще на моем опыте мои ученики не уходили вот раньше этих 3 часов 55 минут. Всегда экзамен по литературе – это тот экзамен, на котором нужно сидеть до последнего, перепроверять каждое свое предложение, тщательно перепроверять свои сочинения. К тому же с недавнего времени на экзамене по литературе начали учитывать грамотность. То есть если раньше мы писали сочинения и понимали, что будут смотреть только на содержание этих сочинений, то теперь нас будут оценивать еще и по грамотности. То есть смотреть, правильно ли мы расставили запятые, орфография, грамматические ошибки – все это будет тоже учитываться и влиять на наши результаты. В целом за грамотность не такое большое количество баллов можно получить, но в переводе на стобальную систему это чуть больше 10 баллов. То есть если мы допустили большое количество орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок, значит мы уже потеряли достаточно существенное количество баллов в общей системе экзамена, то есть из-за текста. Но этого тоже, за это сильно не стоит переживать, потому что в любом случае все сдают русский язык, и ничего нового для вас здесь особо не будет. Анна, а можно вот узнать вопрос? Немного возвращаясь к первому слайду. Вот почему так произошло, что во всех остальных ЕГЭ по 20-30 заданий, а вот в литературе очень мало? Почему так произошло? Ну, во-первых, в литературе гораздо больше, чем в остальных экзаменах заданий с развернутым ответом. То есть их, ну, сейчас мы увидим сколько их, и увидим даже примеры, потому что и они действительно развернутые. То есть там они не такие маленькие, как вот, например, в некоторые задания, в те части по обществознанию, они достаточно небольшие. На ЕГЭ по литературе задания с развернутым ответом – это задания с очень развернутым ответом, где действительно нужно анализировать текст, который дан, и даже там привлекать другие тексты и так далее. То есть эти задания, они достаточно объемные и время затратные, да, поэтому их не так много, просто больше невозможно было бы решить за 3 часа 55 минут. Хорошо, спасибо. На какие специальности вообще нужно сдавать ЕГЭ по литературе? То есть как этот экзамен может пригодиться, да, если вы собираетесь поступать на журналистику, на филологию, на литературное творчество, это какие самые популярные? Ну, филология, например, это широкое понятие. Вы можете поступать как просто на литературу веда, так и там на преподавателя, например, да, педагогическое образование получать. В любом случае на все эти направления учитывается экзамен по литературе, но на большинство, например, на журналистику и на литературное творчество, там всегда еще бывают дополнительные экзамены, которые у каждого вуза свои, и, соответственно, там тоже могут помочь знания литературы, потому что знание того, как красиво можно написать сочинение, как оформить свои мысли, оно может пригодиться, в принципе, везде, и даже не на каких-то творческих специальностях, а на более, так скажем, простых. Вот, так, давайте пойдем дальше. И обсудим самый, наверное, насущный вопрос, который беспокоит всех, кто собирается сдавать литературу. Этот вопрос тоже связан с изменениями, которые коснутся экзаменов в 2022 году, и этот вопрос связан с кодификатором, то есть с перечнем необходимых произведений, которые нужно прочитать к экзамену. Если вы сейчас откроете новый кодификатор, наверное, вам немножко поплохеет, потому что он стал больше в два раза. То есть количество произведений, которое вы увидите, действительно увеличилось практически в два раза. В кодификаторе теперь два столбика. Но бояться не стоит, потому что, помимо тех произведений, что были всегда, добавили действительно еще произведения, но это рекомендуемые к прочтению произведения. То есть они необязательные. Вы можете их привлекать, когда, допустим, пишете сочинение, приводите пример, вам нужно привлечь стороннее какое-то произведение, вы можете приводить произведение из вот этого второго столбика кодификатора, если вы читали эти произведения. Если же не читали, тоже ничего, в принципе, страшного. Вы можете пользоваться только той базой, из которой состоит первая часть кодификатора. Там, в принципе, произведения остались практически те же. Изменения есть, но они несущественные. Изменения есть. Почему я говорю, что они несущественные? Потому что и при разработке программы сейчас, и, в принципе, всегда те произведения, которые сейчас звучат в кодификаторе, я включала все равно в курс, потому что без них просто никуда. Там, допустим, творчество Жуковского невозможно представить без некоторых его стихотворений, которые теперь почему-то только включили в кодификатор. Вот мы будем тоже об этом говорить. Это что касается кодификатора. То есть, резюмирую, не стоит пугаться того, что произведений стало гораздо-гораздо больше. Эти произведения действительно хорошо было бы, если бы вы прочитали. Но если вы их не прочитаете, у вас есть все шансы точно так же успешно сдать экзамен. И главное – уметь пользоваться тем, что уже у вас прочитано, что у вас уже есть. Так. Это то, что я хотела сказать по кодификатору. Давайте пойдем дальше. Еще о новой структуре экзамена. Как я уже сказала, раньше было 17 заданий, теперь заданий стало 12. Что же все-таки изменилось? Первое-шестое задание – это прозаические и драматургические произведения. Так всегда было, с них всегда начинался экзамен. Мне, например, когда я сдавала ЕГЭ, мне попался Вишневый сад. И я, кстати, на тот момент, сейчас он у меня уже прочитан там много раз, а на тот момент, когда я пришла на экзамен, он у меня прочитан не был. У меня был просмотрен только спектакль. Спектакль в театре, причем, ну да, он был примерно по книге как раз, и именно это помогло мне не сделать ни одной ошибки в тесте. Да, так вот. Это первое-шестое задание – прозаические и драматургические произведения. Лайфхак людям, которые иногда не могут почитать, хотя бы, если что, можно посмотреть спектакль. Да, я на самом деле об этом рассказываю, когда готовимся к литературе, когда готовимся к итоговому сочинению, где тоже нужны литературные примеры. Рассказываю о том, что если уже совсем все плохо, если до экзамена осталось два дня, то можно, в принципе, некоторые произведения заменить просмотром фильмов или просмотром спектаклей. Но лучше, конечно, так не делать. Можно повторить таким образом произведения. То есть если вы прочитали Анну Каренину, и она забылась, какие-то моменты уже ушли, можно посмотреть, например, фильм и освежить просто в памяти то, что было уже прочитано. Мне просто повезло. Мне просто повезло, что, видимо, спектакль попался хороший, и тогда все сложилось удачно. Но это не значит, что так нужно делать. Да, прозаические и драматургические произведения. Из этих шести заданий, пятое и шестое задания, это задания с развернутым ответом. И новое нововведение 2022 года в том, что в пятом задании появилась возможность выбрать тот вопрос, который вам кажется проще, на который вам было бы проще ответить. И вы на слайде видите этот пример из демо-версии «ИГЭП по литературе». То есть первый вопрос у нас, как внутреннее состояние Городничева, показанное в данном фрагменте, повлияет на дальнейший ход событий в пьесе. И второй вопрос, это критик Белинский, полемизируя с автором пьесы, утверждал, что именно Городничий является главным героем ревизора. Опираясь на привезенный фрагмент, докажите или опровергните эту точку зрения. То есть вот вы выбираете в любом случае оба вопроса, как вы видите, по одному произведению, по произведению «Ревизор», которое приведено, которое перед вами, фрагмент которого перед вами, и вы на основании этого фрагмента должны будете порассуждать над первым или над вторым вопросом. То, что есть выбор, это однозначно плюс. В любом случае, когда можно из двух заданий выбрать одно, точнее из двух вопросов выбрать один, это всегда хорошо, потому что, ну понятно почему, потому что какой-то из них все равно для вас будет всегда проще, чем другой. Вот, это что касается заданий на прозу и драматургию, и вот новое введение, это пятое задание. Какие еще есть задания в этой первой части, с первого по шестое? Это задание на сопоставление, то есть вам нужно, допустим, у вас будет, допустим, допустим, у вас будет описание героя и напротив фамилии, да, список фамилий. Вам нужно сопоставить, кто есть кто, да, какой герой какому описанию соответствует, какая фамилия какому описанию соответствует. Такое задание точно есть. Кроме того, есть задания, но есть дан отрывок как бы рецензии, в которые пропущены термины. Это, как правило, термины литературы веческие, не как правило, а всегда термины литературы веческие. То есть это могут быть знания жанров литературы, знания средств выразительности, средств художественных. Это уже в поэзии, но там тоже есть такое задание, знания стихотворных размеров, например. И также задание просто на терминологию, где нужно правильно ответить, там вас спросят, к какому, опять же, жанру, допустим, относится произведение «Ревизор», и вы должны правильно назвать этот жанр. Потому что, как видите, он даже здесь нигде не звучит, его нигде, это произведение нигде не называется комедия, оно везде называется пьеса, потому что есть всегда вопрос, касающийся жанра. Это всегда так. Да, идем тогда дальше. Следующее задание 7-11, это поэтические произведения. Задание из них, 10-11, это задание с развернутым ответом. То же самое, что и было в прозе. И опять же, самое главное нововведение – это то, что снова появляется возможность выбора. В 10-м задании появляется у нас возможность выбрать понравившийся вопрос. Обратите внимание на задание 10-1. Какие грани любовного чувства отражены в проведенном сонете Шекспира? Надеюсь, что вас не пугает фамилия Шекспир, потому что да, раньше у нас никогда не попадался в варианте ЕГЭ, никогда не попадалось произведение зарубежной литературы, стихотворение. Сейчас такое может быть, но в принципе это ни на что не влияет, потому что в любом случае оно же перед вами. Вам нужно, если вы умеете анализировать стихотворение Пушкина, которое перед вами, вы сможете проанализировать и стихотворение Шекспира, которое перед вами. Вам не столь важно, какое перед вами стихотворение, если вы в принципе представляете, как анализируются стихи. И второй вопрос – это как метафорический ряд во второй и третьей страфах сонета помогает понять идею произведения. То есть у нас тоже, опять же, два вопроса, как я уже сказала, на выбор. Мне вот кажется, например, что первый гораздо проще, я бы выбрала его. Нужно понимать, что такое метафорический ряд. И, в принципе, для того, чтобы хорошо, успешно сдать экзамен по литературе, нужно вообще очень хорошо разбираться в средствах выразительности. Как вы успели заметить, они встречаются не только в тестовых заданиях, где нужно там ставить термины, например, о которых я рассказывала, так и задание с развернутым вариантом ответа тоже может сытиться какой-то термин. Метафорический ряд, например, вот к нам как раз-таки встретился. Что у нас еще? Что у нас еще? Двенадцатое задание – это самое сложное, самое объемное задание из ЕГЭ по литературе. Это большое сочинение. Почему большое? Потому что раньше, кстати, объем сочинения был минимум 150 слов. Теперь объем сочинения минимум 200 слов. Но я хочу вам сразу сказать, что когда вы в любом случае вы все будете писать итоговое сочинение в декабре, это сочинение, я так напоминаю, может быть, кто-то подзабыл вообще о такой работе, это сочинение междисциплинарное. То есть оно как бы по-русскому, но и по литературе. Оно по-русскому, но в то же время мы там ссылаемся, например, из литературы. И вот оно минимум 250 слов. И после него 200 слов вам покажется, в принципе, ерундой и не таким большим объемом. Плюс этого задания. Здесь я, видимо, немножко ошиблась. Не 4 темы на выбор, а 5 тем на выбор у нас здесь дается. Можете на них посмотреть, подумать, как это вам больше нравится. Да, вот я бы, например, я уже заранее для себя решила, что выбрала бы Есенина. Когда я шла 7 лет назад на экзамен по литературе, я вообще молилась, чтобы мне попался Есенин, но мне попался какой-то ужас. У меня... Я не помню все темы, которые там были. Там точно у меня была тема по «Горькому на дне», пьесы «Горького на дне». Там была тема, связанная со словом о полку Игореве, и тема, связанная с сатирой Султыкова-Щедрина. И еще какая-то, наверное, я не помню, сколько тогда было тем. Вот мне прошлось выбрать сатиру Султыкова-Щедрина, потому что все остальное было действительно очень непросто для меня на тот момент, во всяком случае. Вот. Это что касается большого сочинения. Вот здесь как раз вообще во всех заданиях с развернутым ответом теперь учитывается и грамотность тоже, как я сказала еще в начале нашего эфира. Поэтому мы должны следить не только за содержанием, не только за тем, что мы должны не забыть употреблять, например, литературоведческие тоже термины, за это тоже у нас идет отдельный критерий оценивания. Мы должны не забывать об этом, но еще и проверять себя на то, что мы написали все грамотно, без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. Ань, можно вопрос? Конечно. У нас уже летят вопросы тебе. Скажи, пожалуйста, по поводу сочинения, можно ли подготовить шаблоны и потом в них уже вставлять содержание в зависимости от темы? Вот, например, вот в этом сочинении нет. Ну, во всяком случае, я не знаю, если честно, может и можно, но я никогда так не делаю. Моя цель, да, научить все-таки разбираться в литературе, потому что в любом случае, если вы сейчас сдаете ЕГЭ по литературе, вам потом литературу тоже учить. Ну, в институте в любом случае вам ее учить, и вы даже не представляете, как. Поэтому по всяким клише я писать не рекомендую. И тем более не рекомендую этого делать на экзамене по литературе. Если по-русскому там как-то еще можно, потому что там, в принципе, да, у нас всегда текст, у нас четкая структура у сочинения, то здесь, в ЕГЭ по литературе, мне кажется, это очень... Я не представляю вот это вот клише, которое должно быть подогнано под стандарты любой темы, которая может попасться. Я себе такое не могу представить. Можно вот, как бы я так от себя уже вопрос могу задать, можно ли сказать, что литературность твоего сочинения, она тоже будет плюсом, да, что вот оно такое, ну такое намекающее тоже на какой-то... В любом случае, вот на самом деле, только сегодня я видела, как преподаватели спорят, правильно ли то, что в сочинениях и в сочинении ЕГЭ, в том числе по-русскому, кстати, тоже, учитывается речь, то есть речевая связанность, или все-таки там это не каждому дано. Вот, и в литературе, конечно, это тоже... В любом случае, все то, как вы умеете излагать свои мысли, то, как вы умеете их доказывать, то, как вы умеете использовать термины и связано все это делать, это в любом случае идет вам на руку, потому что сочинение проверяет человек, человеческий фактор никогда никто не отменял, и чем красивее, чем литературнее ваше сочинение, тем более приятные впечатления вы произведете. Еще есть вопрос, Ань, а как же списки аргументов? Есть много таких сборников. Списки аргументов. Списки аргументов... Ну вот, например, вот давайте посмотрим на какую-нибудь из этих тем, которые вот у нас сейчас на слайдах. Страницы истории в отечественной или зарубежной литературе второй половины 20-го, начала 21-го века. Во-первых, о каких аргументах? Я не очень понимаю вопрос, потому что на экзамене по литературе там нет такой структуры, что нужно какие-то аргументы, примеры приводить. Тут, да, идет конкретный вопрос. Аргументы, может быть, речь шла об итоговом сочинении. К итоговому сочинению действительно есть сборники аргументов, сборники примеров литературных. К итоговому сочинению так можно готовиться. К ЕГЭ по литературе так готовиться не получится. То есть это разные вещи, да? Итоговое сочинение. Да, итоговое. Я на всякий случай еще раз объясню. Итоговое сочинение – это сочинение, которое пишется в декабре, ну, в зависимости от ситуации, да, сейчас из-за всей этой пандемии, например, писалось оно не в декабре, а уже весной, например. Ну, я надеюсь, что вы уже будете писать его в декабре. Итоговое сочинение – это сочинение как допуск к ЕГЭ. То есть оно никак не влияет напрямую на ваше поступление. Там есть отдельные нюансы, но это сейчас не так важно. Оно только как допуск к ЕГЭ. Вы получаете за него зачет или не зачет. И уже потом вы пишете ЕГЭ по русскому языку, допустим, там у вас еще одно сочинение, и ЕГЭ по литературе, тут у вас еще много сочинений. Несколько маленьких и одно большое. Все, спасибо большое. Вот. Вот еще раз, что еще нужно сказать про сочинение, про большое. Здесь может, да, здесь конкретно нужно вспоминать, допустим, вот 12.4, да, страница истории в отечественной или зарубежной литературе второй половине 20-го, начало 21-го века. Здесь вы выбираете сами, о каком произведении говорить. Если речь идет, например, о вопросе 12.5, то здесь, естественно, вы уже не выбираете, о каком произведении говорить, и говорите именно о произведении Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Что касается, кстати, вот этих огромных произведений «Война и мир», «Тихий дон», «Простепление и наказание» уже не такое огромное, но тем не менее, читать их или не читать, а определенно читать. То есть чтобы, по-моему, это мой следующий слайд, да, чтобы сдать ЕГЭ по литературе на 100 баллов, действительно нужно знать все произведения из кодификатора. То, как вы их знаете, это уже другой вопрос. Мне, например, как я уже говорила, да, повезло, и я просто запомнила суть произведения по спектаклю, который я посмотрела. Если так получится, ну, хорошо, повезет, но в целом, конечно же, нужно читать все, что у вас еще есть для этого достаточно много времени. Сфокусируйтесь на тех предметах, которые вы будете сдавать. Тем более, экзамен по литературе – это действительно один, на мой взгляд, из самых сложных экзаменов. Наверное, вот литература, история, что-нибудь еще – это, мне кажется, самые сложные экзамены, потому что о них действительно не так много говорят, по ним не так много, допустим, каких-то качественных именно материалов для самостоятельной подготовки, и это экзамен, с которым нужно работать. Например, когда я сдавала, это единственный экзамен, который я сдавала с помощью преподавателя, тоже занималась с репетитором или на курсах, то есть это единственный такой экзамен. Все остальные я сдавала сама. Ань, тут еще есть вопросы как раз по произведениям из кодификатора, вот, наверное, давай сейчас тебе их задам. Какие произведения из кодификатора нужно прочитать обязательно? Ну, вот, например, ТОП-10, если ты можешь назвать. ТОП-10? Вот, если бы речь шла к итоговому сочинению, да, опять же, я всегда даю список литературы, там идут направления, и к ним список литературы. К ЕГЭ по литературе, честно, очень сложно выделить что-то основное, потому что попасть может, ну, действительно, на что угодно. В любом случае, мне кажется, что все большие произведения, большие и сложные, должны быть в любом случае прочитаны. Может быть, там, допустим, Вишневый сад, можно действительно, если уж совсем никак нет времени, можно действительно посмотреть в театре, или посмотреть, там, записи этого самого спектакля. Но большие произведения, в которых много деталей, много героев, много нюансов, они не запомнятся так, если вы посмотрите просто фильм, не прочитав произведение. То есть я бы, наверное, сфокусировалась всё-таки на больших произведениях. Если вы хотите, чтобы я назвала ТОП-10, давайте я подумаю. «Война и мир», «Тихий дон», «Отцы и дети», «Преступление», «Наказание», «Обломов». Что же ещё? Чтобы ещё выделить такое? Ну, пусть будет. Пусть будет. Сложный вопрос, сложный вопрос. Вот пять таких самых серьёзных я выделила. Может быть, что-то ещё позабылось. Кстати, ещё отдельно стоит читать стихотворения. Да, я называю большие произведения, но вот знать хотя бы по два-три стихотворения у каждого поэта из кодификатора обязательно. То есть знать их, может быть, не наизусть от начала до конца, но хотя бы уметь приводить какие-то цитаты отдельные из них. Вот это прямо обязательно. То есть, допустим, вот эти топ-5 плюс ещё по два-три стихотворения от каждого поэта. Вот пусть такой будет у меня топ сколько-то. Не знаю, сколько там. А по поэтам ты как-то можешь сориентировать? Или тут тоже? Меньше объём, поэтому можно взять больше. Здесь, на самом деле, так как в основном будут произведения... Нам попадается, когда поэзия, когда мы доходим до поэзии в экзамене, там стихотворение перед нами, которое нам нужно анализировать. Всё остальное нам нужно брать из головы. Допустим, если нас просят сопоставить, найти похожее по тематике, вспомнить похожее по тематике стихотворение, нам нужно, естественно, его вспомнить самим. И вот читайте тех поэтов, которые вам нравятся больше всего. Ну, мне кажется, что вот в одиннадцатом классе актуальнее всего будут поэты Серебряного века, мне так кажется, да. Хорошо. А ты называла Достоевского «Преступление и наказание»? Называла. Да, называла. Ага, хорошо. Вот ещё есть вопросы, касающиеся книг. Так, а вот. Всякие сборники сокращённых пересказов стоит использовать? Сокращённые пересказы. Вот если я говорила там про фильмы, спектакли, что лучше только для повторения, но если уже совсем нет времени, уже до экзамена осталось совсем немного, то можно, то вот краткие содержания лучше использовать только в качестве повторения. То есть только в том случае, если вы уже прочитали произведение. Особенно не стоит, допустим, там тоже за два дня до экзамена сесть и прочитать всё в кратком содержании, тогда точно в голове всё перемешается, и вот лучше будет прочитано меньше, чем всё перемешается в голове, потому что если у вас там прочитано, допустим, что-то прочитано, что-то просмотрено, но не в полном объёме всё-таки, то вам может повезти, попадётся то, что вы знаете. А если вы прочитали всё за раз в кратком содержании, то вы даже в том, что вы знали, уже всё равно запутаетесь, потому что, правда, перед экзаменом по литературе в голове такая каша, какой не бывает вообще никогда, честно. Какое вам напутствие, ребята, знаете это? Пока с вопросами всё, Ань, так что ты можешь продолжать. Собственно, что нужно, чтобы сдать ЕГЭ по литературе на 100 баллов, знать произведение из кодификатора, да, как мы их будем узнавать, это уже вопрос отдельный, мы уже об этом, в принципе, поговорили, по-разному можно, особенно повторять их можно тоже по-разному. Владеть литературоведческой терминологией. Вы начинаете изучать литературоведческую терминологию ещё когда готовитесь к ЕГЭ и по-русскому в том числе, потому что там у нас тоже задания на средства художественной выразительности, например, задание теперь ещё в ЕГЭ по-русскому, там изменилось первое задание, там тоже теперь эти знания могут пригодиться, и уметь структурировать свои мысли. Это, в принципе, такой навык, который поможет и литературу, и русский язык, и я думаю, что там другие гуманитарные дисциплины, экзамены по другим гуманитарным дисциплинам, по обществу, знаниям, по истории и прочим, тоже сдать хорошо, потому что на это тоже смотрят не в последнюю очередь. То есть вот они, три кита, на которых держится успешная подготовка к экзамену по литературе. Вот такие дела. Давайте я расскажу немножко о том, как будут проходить наши занятия. Мы, естественно, там нас... Я даже не рассказываю про то, какой минимальный балл на ЕГЭ по литературе проходной. Аня, извини, пожалуйста, наверное, до того, как ты сюда перейдёшь, стоит задать ещё есть один вопрос, вот, касаемо подготовки. Какие материалы, кроме книг, ну, имеется в виду художественных произведений, я думаю, можете посоветовать для подготовки? Да, для самостоятельной подготовки. Ну, во-первых, да, как я уже повторюсь, наверное, ещё, уже, наверное, даже не во второй раз, но, тем не менее, чтобы повторять то, что уже прочитано, лучше использовать. Можно фильмы смотреть, можно смотреть спектакли. Я, кстати, мне кажется, спектакли как-то даже иногда больше дают знаний о произведении. Можно есть универсальный справочник ЕГЭ по литературе. Там собрано достаточно, знаете, без воды сжата вся информация по всем произведениям. И, кстати, литературоведческий термин там тоже есть. Можете прям поискать. Так и называется универсальный справочник ЕГЭ по литературе. Он такой вот толстенький, можно его купить, можно, наверное, его скачать, не знаю точно. Я, у меня он был в виде книжечки, то есть я его покупала. Он до сих пор существует, и я даже даю его ребятам, которые не ЕГЭ по литературе сдают, а пишут итоговое сочинение, потому что там действительно по каждому произведению там прям отдельный раздел «Главный герой», отдельный раздел «Проблематика произведения», но тоже для повторения. То есть в любом случае самое главное – это читать произведения. Еще один материал для подготовки – это просто нарешивать тесты. То есть вы читаете произведение, выполняете по этим произведениям типовые задания. Это, в принципе, самое главное, что нужно сделать. Я так и готовилась, в принципе, к экзамену с репетитором, но, тем не менее, такая система у нас и была. То есть мне задавали просто… Мы обсуждали какое-то произведение, мне задавали по нему пять сочинений, и я их писала, и вот так набила, в принципе, руку в какой-то степени. Ну и все эти знания, на самом деле, которые я получила при подготовке к ЕГЭ, потом мне очень сильно пригодились в институте тоже. Все, спасибо большое. Пока вопросов нет, давай продолжать. Как будут проходить наши занятия? Я даже не говорю про минимальный балл, который нужно, чтобы просто сдать экзамен по литературе, потому что нас это вообще интересовать не должно. Мы в любом случае нацелены на те баллы, которые вы видите на презентации, то есть на самые высокие баллы. Естественно, для этого нужна будет ваша мотивация, которую я постараюсь вас зарядить. Для этого нужна будет в какой-то степени и ваша усидчивость, умение прислушиваться, умение анализировать свои ошибки, умение проводить работу над своими ошибками и так далее. Действительно, 12 тысяч выпускников уже подготовились с нами к ЕГЭ, 35% наших учеников сдали ЕГЭ на 90 плюс баллов, то есть, в принципе, мы будем действительно нацелены на самые высокие результаты. Все основные предметы, кроме литературы, вы можете еще готовиться к любому другому предмету, который вы сдаете. Все, я знаю, сдают, как правило, не меньше трех предметов, три-четыре предмета. И мне кажется, удобно готовиться ко всему в одном месте, потому что и расписание, как правило, удачно составлено, и просто это удобно. Да, в нашей команде 30 опытных преподавателей, это выпускники топовых вузов, прошедшие строгий отбор, блестящие владеющие предметом, сами много раз сдавали ЕГЭ. Кстати, мне кажется, что в 2022 году я тоже решусь пойду сдавать тоже ЕГЭ и по русскому, и по литературе, просто потому что хочется, просто потому что я давно этого не делала, и вот такой вот немножко мазохизм такой, минутка. Кстати, очень интересно, а сколько, в принципе, раз ты сдавала ЕГЭ? Два раза. Два раза. Ну, второй раз я сдала, сдавала только русский язык, сдала его так же, как и в первый раз, на 95 баллов. Но я сдавала, то есть, получается, в 2014 году, когда заканчивала школу, и потом ещё раз в 2016 году. А просто для себя или для чего? Да, просто для себя. Я тогда как раз начала преподавать, и вот мне было интересно, как я сдам второй раз. Вот, третьего ещё не было. Вот, по литературе это будет второй, получается, в следующем году, а по русскому языку третий раз, надеюсь, на соточку, надеюсь, да. О, это, значит, может, как вид спорта быть уже, или просто... Да, это такое... Моё хобби, да. Это такой челлендж, челлендж, который очень интересно пройти. Ну, вот, в общем, мы все в курсе всех тонкостей экзамена, особенно те, кто сдавали по нескольку раз. Естественно, мы следим за всеми изменениями, с которыми сталкиваемся каждый год в той или иной степени, как вот, допустим, с ЕГЭ по литературе, это вообще в этом году другой экзамен, очень сильно изменился, но вот я, в принципе, вам во всем уже рассказала. Самая моя большая задача и всех преподавателей – это заставить вас полюбить все-таки предмет, о котором мы говорим, да, то есть мне важно не только, чтобы вы сдали на высокий балл и поступили в хороший вуз, но чтобы вы все-таки получили удовольствие от процесса. Важно получать удовольствие от шагов, которые мы делаем к своей цели, а не только стремиться к этой самой большой какой-то цели. И будем стараться находить подход индивидуальный к каждому из вас, потому что все у нас всегда разные, все личности, и мы это очень ценим. Так. Как проходит обучение? Онлайн-занятие – это вы и без меня знаете по удобному графику. По 90 минут дважды в неделю – это лекция и практический семинар. В случае с литературой эти форматы, они будут немножко размыты, потому что, да, странно немного делить литературу на лекции и практические семинары. В любом случае во всех занятиях будут элементы и того, и другого. Мы будем и проходить теорию, обсуждать произведения, я вам буду давать лекции по каким-то произведениям, и в то же время мы будем решать задания, в которых встречаются эти произведения, о которых мы и будем говорить. Группы, да, информируются по уровню знаний, и мы, конечно же, следим за прогрессом. Мы каждый месяц, да, мы проводим репетиционный ЕГЭ, пробный, чтобы следить за тем, насколько вы, насколько все знания у вас усвоились, насколько у вас стало меньше пробелов, и что еще нужно, да, какую работу еще нужно проделать, чтобы все-таки достичь максимального результата. Каждый месяц отчет, естественно, для вас и ваших родителей, где мы тоже расскажем о результатах занятий, домашних заданий и прогрессии. Домашние задания, кстати, это неотъемлемая часть подготовки, то есть я прямо заранее прошу отнестись к этому ответственно, да, потому что все, что мы там говорим, все, что мы обсуждаем, это хорошо, но самостоятельная какая-то работа, она тоже очень важна. Не менее важно то, что мы поддерживаем вас и мотивируем, как можем, во всяком случае. У вас всегда есть куратор, который готов ответить на все ваши вопросы, и, конечно, просто и наглядно объясняем самые сложные темы. Что еще? Казалось бы, что еще, что еще, но также мы можем подсказать, допустим, если вы не можете определиться с ВУЗом, можем тоже подсказать все-таки, какое решение предпринять. быстро проверяем домашку, разбираем все ошибки, особенно вот большие сочинения, я вас уверяю, то, как я их проверяю, вы никогда не забудете, вы никогда не забудете этот красный шрифт в Ворде, который вы больше никогда не повторите этих ошибок. Я действительно очень строго проверяю сочинения. По-моему, я сказала все, кроме того, что есть также два варианта обучения в стандартной группе. Это достаточно большая группа, 25-30 человек. Вы можете все преимущества и то, чего в этих группах нет, увидеть на презентации. И также мини-группа, это 6-8 человек, конечно же, с более индивидуальным подходом, просто потому что, да, группа маленькая. Вот, в принципе, наверное... Отлично. А, если... Ага, да, это вот уже я хочу от себя добавить. Ребята, у нас, кстати, есть чуть-чуть вопросы, но в любом случае давай скажем, что хочется обязательно сказать. Ребята, для всех участников марафона, для всех тех, кто зарегистрировался, кто с нами, здесь вот специальная скидка, вы сами видите на экране, это 30% за 3 предмета, если вы 3 предмета берете. Если 2 предмета берете, то это 25% скидка, и за 1 предмет 20% скидка. Мы сейчас... Ссылка будет прямо сейчас под нашим звонком, вот, поэтому обязательно переходите, присоединяйтесь еще раз к нашему марафону EG Start. Будем готовиться вместе. Вместе всегда приятнее. Это, мне кажется, уже все, кто сдавал EG, уже поняли, что чем больше курсов, чем больше подготовки, тем ты увереннее. Вот, поэтому время действительно еще есть, поэтому пользуйтесь вот такой прекрасной возможностью. До 30% скидка, 30% это на 3 предмета, еще раз напоминаю. Вот, Ань, еще хочу задать тебе вопрос. Тут еще есть вопросы. Так, у нас еще есть время, поэтому тебе я их задам. Скажи, пожалуйста, как... Ага, так, вопрос. Как вы относитесь к аудиокнигам, спрашивают? К аудиокнигам я отношусь положительно, почему нет? То есть это такая же книга, как и обычная, да, просто никаких... Смотря, конечно, как вы ее слушаете, если вы ее слушаете, там, параллельно занимаясь какими-то своими делами, то от этого будет эффект меньше. Просто мне кажется, что на печатной книге проще сконцентрироваться, но это уже индивидуально, да. То есть аудиокнигу, если вы можете ее слушать внимательно, если вы можете ее слушать, ни на что не отвлекаясь, то это прекрасная, удобная замена обычной книги. Я отношусь прекрасно. Те же детали, да, что есть в книге, которую вы держите в руках, есть и в книге, которую вы слушаете в наушниках. Поэтому вы в любом случае, если умеете внимательно слушать, ничего важного не пропустите. Ага, отлично. Еще раз, ребят, напомню, что вот эта суперскидка, 30%, действует она прямо сейчас, если вы можете оставить заявку, перейдя по ссылке, которая будет в чате. Вот, конечно, ну, там немножко подумайте, и если решитесь, то прям переходите прямо сейчас, прямо сегодня и прямо здесь, потому что вы участник, ну и мы вас за это благодарим, что вы с нами в этом марафоне. На самом деле, я думаю, у нас все. Если есть вопросы, то я с удовольствием отвечу. Да, пока их нет, пока мы в чате не получали, но, наверное, если, ребята, вы присоединитесь к марафону, то можно будет уже действительно Ане лично задавать эти вопросы во время подготовки. Будет у вас такая возможность. Ань, спасибо тебе большое. Аж захотелось сдавать тоже, знаешь. Да, нет. Есть в этом какая-то интерес и адреналин. И уж точно это полезно. Просто по жизни знать литературу. Спасибо, Аня, большое. Ребята, спасибо вам, что были с нами сегодня. Присоединяйтесь к марафону. Давайте готовиться вместе. Напоминаю, это марафон ЕГЭ Старт, онлайн-школа подготовки ЕГЭ Учеба.ру. Благодарим еще раз ВКонтакте за предоставленную возможность вот здесь, в звонках, общаться с вами. Используйте это по жизни. Ну и готовьтесь с удовольствием, как сказала Аня. Получайте удовольствие от процесса подготовки. Спасибо всем большое. Спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok